Итак, интерактив. Положительные и отрицательные. Активные слушатели, да? Активные, даже не слушатели уже они становятся. Участники. Так, роль учителя здесь какая уже? Участники обучения. Да, обучение. Роль учителя наставник или ведущий. Это положительный и отрицательный? Положительный и отрицательный. Так, скажите, организовывать и планировать при этом можно? Да. Ничего вообще нельзя? Нет, ничего. Можно не так четко. Не так четко. Нет, просто гибкими быть. Планировать нужно организовывать. Да. Гибкое планирование. Нет, планировать надо четко. Но быть гибким, когда преподаешь. Если пошло в не то русло и что-то интереснее поднялось, то можно уделить этому внимание. Если в классической четко идешь, прямолинейно по направлению, ни влево, ни вправо. В классическом не отклоняться от темы. Сложность планировать. Составить преподаватель не может, но может уклониться спокойно. Одному преподавателю, кажется, Йонту сказала студентка, ой, я люблю так ваши занятия, у вас так все легко, их получается. Он говорит, если бы вы знали, чего мне это стоит. Здесь гораздо больше работы с преподавателю спланировать. Вот этот гибкий туда пойдет, вот здесь так, туда понесет нас, вот здесь вот я так. И все-таки прийти к какой-то цели. Сложно планировать. Здесь работы надо, домашней работы преподаватель гораздо больше. Если здесь преподаватель один раз создал курс, допустим, систематического богословия, или по какой-то книге, он может 20 лет его преподавать по своим уже пожелтевшим страничкам. И будет все нормально. А здесь ситуация меняется. Студенты-люди будут задавать другие вопросы. Применение того же понятия библейского, а как это вот так, а как это здесь, и куда это понесет, гораздо сложнее. Здесь надо постоянно учиться. Гораздо сложнее. Искусство уже больше. Там ты просто взял текст и прочитал, а вы обязаны слушать. Еще давайте что? А? Творческий подход. Творческий подход, да? Да. Да. Классический тоже творческий подход требует очень даже. Хороший преподаватель с творческим подходом. Да. А здесь обязательно, да. Иначе это будет не интересен. Не скажите, в классическом тоже обязательно. У кого преподавателя? У преподавателя должен быть творческим человеком. У преподавателя творческого. Человеком преподавать, особенно в младших классах. Там творческий подход к обучению, а тут творческий подход уже к каждому. Какая разница? Все, там творческий подход, да? Объясни, Коль, как каждому? Творческий подход. Нет, индивидуальный творческий подход. Ты говоришь в классике творческий подход, но если ты не творческий подходишь, то в принципе с тебя никто не спросит. Это уже минус. Это уже минус для учителя. А здесь тебе уже деваться некуда. Да, организован, выдали информацию. Обязательно. Что тебе творить? Выучил все, сдал на экзаменах. Нет, ну чтобы преподнести информацию. А, преподавателю надо творческий. Ну там действительно. Чтобы они еще и не заснули? Нет, ну к другой стороне, если студент, я допустим выступила в институт, я хочу чему-то научиться. Я пришла, преподаватель выдал информацию, как захотел, как у него там спланировано. Но я-то стараюсь получить, допустим, максимум. Мне это все равно. Творческий он к этому выдачу, не творческий. Не, ну как, не все равно, конечно. Если у тебя есть личная мотивация. Да, если у тебя есть личная мотивация, заинтересованность, ну как? Мне кажется, тут в принципе от преподавателя многое и не зависит. Зависит. Мне кажется, преподаватель в интерактивном еще более подкованный должен быть. Гораздо более подкованный. Может уйти так тема разговора, что и не вернешь ее. И такие вопросы зададут, по которым ты не готовился? В интерактивном способе обучения там больше творчества, я считаю, чем в классическом. В классическом преподаватель выдает информацию, задает вопросы. Есть вопросы? Хорошо, нет вопросов, значит все поняли. А поняли, не поняли, его это уже не волнует. А в данном случае здесь все-таки все равно творчество применяется. Это можно быть применимо как к этому, что здесь преподаватель может быть не разносторонним, так и здесь. Допустим, Игорь Викторович сейчас в каком-нибудь сфере можно поставить в тупик, и он не знает. И будет хорошо, если он честно признается. И тогда будет сочетание и уважение. Так же и там. Нельзя, это должен тогда быть вообще совершенный человек. Тут имеется в виду, что как бы требование такое. Уж как бы требование, это понятно. Мы говорим не об учителе совершенно, а именно о способе обучения. Потому что в аудитории могут быть действительно учащиеся более подкованы в каких-либо вопросах, чем преподаватель. И они могут открыто поделиться этой информацией со всеми его окружающими и с тем же преподавателем. Смотрите, что еще интересно. Здесь очень важна личность преподавателя, высочайший уровень. А здесь, может быть, преподаватель не такой специалист. Но он просто как-то создал атмосферу, организовал, и к знанию люди пришли сами. Наверное, вы уже слышали, Виталий рассказывал, что молодежь, бывшая молодежь их группы в Москве, интеллектуалы, студенты, очень сильно любили и вспоминали долго тот курс по изучению, который был у одного американского миссионера на дому. Миссионер едва мог говорить по-русски, поэтому наставлять и вести самостоятельно он не мог. Он начинал какую-то тему, а дальше они начинали обсуждать. И говорят, больше всего в жизни мы научились именно в этих обсуждениях. То есть здесь знания выкапывает из, так сказать, библиотеки или из общей копилки знаний преподаватель, организует, очищает, еще раз освобождает, чтобы в очень компактной, четкой форме, в виде готовых формулировок выдать, и наша задача только их воспринять. А здесь мы знания эти сами выкапываем из общего поля. Сообща, вместе. Здесь оно в нас складывается, а здесь оно в нас растет на основании нашего жизненного опыта. Много мы сегодня выкопали, вот даже по этому предмету. Мы не знаем, понимаете, вот это для нас новое. Ага, ага. Вот это обучение предполагает, что... Понимаешь, мы в ступор встаем, почему такие паузы... Здесь дается знание, а здесь дается что? Метод познания, способ познания. И важно, чтобы у нас знания какие-то были, надо читать заранее. Да, нам для этого нужно время. Самообразование даже будет... Много читать самостоятельно. Здесь, я в минуту записал со стороны студента. Много читать самостоятельно. Закладка знаний должна происходить до занятия. А на занятиях уже происходит усвоение знания. Самообразование. Вы знаете, очень трудно манипулировать людей. Да. Трудно манипулировать. Это хорошо или плохо? Трудно манипулировать. Для меня это как совершенство такое, что он такой правильный, им не надо манипулировать в хорошую сторону, да и аминь. А если человек не очень правильный, то не грех панипулировать им в хорошую сторону его направить. Вот это один. А если пастор довольно авторитарный, и он самый правильный, и тут начинает он проходить такие занятия, и тут какие-то студенты, не такие помазанные, как он, недомазанные, начинают задавать вопросы, и начинают сомневаться в нем. И весь авторитет пастора, который был основан на его помазании, и в некоторых больших знаниях, начинает разрушаться. Это хорошо или плохо? Для пастора плохо. Для пастора плохо. Поэтому я даже не знаю, куда поставить. Трудно манипулировать сюда или сюда. Как сказал когда-то Аристотель, Платон нет рук, но истинно важнее. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Давайте закончим все-таки эту табличку. Итак, в интерактиве еще положительные и отрицательные. Массового производства уже студентов нет. Да. Здесь уже ограничено. Ага. Это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо даже для... Хорошо для студента. Да. Плохо для системы. Представляете, насколько дороже становится образование. Плохо для системы, да. И что тогда делать? Что система придумывает? Оплату за образование. Увеличивается оплата. Она и так в Америке загнана до самых высоких высот и не выдерживает. Некоторые студенты заканчивают христианскую семинарию и у них долг 75 тысяч. Один из них так конкретно признавался. Долларов. Долларов? И уже 30 или 40 процентов всего образования в Америке идет через интернет. Дистанционно. Дистанционно. Часть уроков они берут, а часть они дома сидя, занимаются, нет затрат на дороги, по времени, могут заработать больше денег, чем если бы они ездили туда-сюда. И к этому направлению идет. Идет направление такое более... попытка удешевить это страшно дорогое образование. Итак, значит, что здесь? Личный подход. Личный подход может быть и здесь. Если я учился в небольшой семинарии, в классе по изучению греческого и еврейского языка у нас было 4 или 5 человек. Там действительно преподаватель мог и здесь в классической форме иметь личный подход. Ну а здесь, конечно же, интерактивным больше будет личного подхода. Хорошо, если группа 12 человек. Часто преподаватели именно даже на веб-сайте школы говорят ограничения или, допустим, приемной комиссии ограничения записи студентов на мой курс. Вот столько-то человек, не больше. И здесь, конечно же, личный подход может быть положительным, может быть отрицательным. А? Минусы интерактивным. Человек должен быть настолько самодисциплинированным, чтобы себя заставить дома постоянно, каждодневно заниматься. Не все на это способны. Самодисциплина – это один из самых сильнейших минусов самостоятельного обучения. Оно может быть, ну тогда надо будет, или, допустим, если берешь урок, тогда надо будет заниматься в группе в своей церкви. Вот тогда будет уже какая-то организация, да? Взял, записался на урок в ведущей семинарии, берешь основные материалы через интернет и так далее, или видеоматериалы. Но обязательно эти материалы надо прорабатывать с группой своих друзей или соработников, сотрудников в церкви. И тогда приходить раз в неделю, и тогда это будет как-то организовать. Мы же существа социальные. Но то же самое происходит у нас сейчас в институтах на заочной форме обучения. Материал вбрасывается, дают источники, ты должен дома заниматься. Плюс работа, у кого дети, хромает, очень сильно хромает. Понимаете? Поэтому, когда ставят оценки или требования, немножко занижают планку ниже ставят. Да, потому что люди работающие, семейные, нет таких требований высоких, как, допустим, на дневном. Да. Но используют же это то же самое. Да, да. Вмином контроле, можно сказать. Да, ну и требования больше. Да, внутреннее мотивация. Это плохо или хорошо? Хорошо. Внутренняя мотивация. Там внешняя мотивация, здесь внутренняя мотивация. Это хорошо, если человек зрелый. А если это молодой, если он вырвался из родительской опеки и рад, с счастью, не может никак себя вовремя уложить, хотя бы в 11 до 3, а потом утром не может проснуться. И нет у него внутренней мотивации идти на занятия. Так что тогда? Самодисциплина. Слабая. В этом слабая сторона. Вот этот уровень обучения требует большей зрелости людей. Чаще, не всегда. Можно интерактивно с детками пообщаться и вызывать в них внутреннюю мотивацию. Бывают положительные и отрицательные стороны. Не всегда это срабатывает. Теперь. Допустим, я тоже подразумевала, что в воскресной школе можно ввести интерактивное, но это делать как уже итог какого-то материала, который уже был высказан. А первым уроком или вторым, извините, они еще ничего не понимают, не в теме, как говорится. Здесь ты вбрасываешь материал готовый, в четкой организованной форме, и они должны просто его выучить. А здесь требуется, что материал в них вырастет, что знания в них вырастут на основе их опыта и их личной работы. Много работать, да? Много читать, мы это уже говорили. Вот здесь в этом отношении больше удар на самостоятельную работу и работу в коллективе. Еще вот здесь не кажется, что для внутренней мотивации, как бы, сверху мотивирует внешняя мотивация. Допустим, для светских учреждений, да, если я не выучусь, не получу высшее образование, это значит, что у меня не будет работы высокооплачиваемой или такой престижной. Нет? Да. Или я ошибаюсь? Здесь одна мотивация в другой, как одно яйцо в другом яйце. И чем сильнее внешняя мотивация и требования работодателей, тем человек будет больше внутренне себя мотивировать, чтобы получить знания. И, а наша задача какая? Чтобы перейти от внешней мотивации к внутренней мотивации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...